Ну, это прекрасно, в целом, мы в прошлый раз говорили. Вернёмся ещё раз. Первое, что лично меня удивляет, специальный термин – дейтрейпинг, т.е. это изнасилование на свидании. По всей видимости, это у вас настолько распространённая вещь, что у вас даже специальный термин для этого есть. У нас нет специального термина про изнасилование на свидании, там непонятно, это первое свидание, второе, третье, что-то такое, вот её тут же раком на капоте там загнули. Полюбил я тебя. Полюбил я тебя, урода, блин. Ну, я как-то это... Свиданием-то не назовёшь. Ну, все эти, знаешь, там, а не надо ходить в короткой юбке, а ты сама спровоцировала, а что такого, а я в чём хочу, в том и хожу. Это я всё, да, 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 вы свою дурость друг другу можете демонстрировать бесконечно просто. Я вот, например, в 90-х бомбил на автомобиле по ночам. И вот я, например, твёрдо знаю, что двух мужиков брать нельзя никогда вообще. При этом может случиться хитрость, что один голосует, а другой прячется. Или два сразу прячется. А когда ты остановишься и двери закроешь, и они к тебе залезут в машину. Ну, тебе кранты. Лично меня не менее трёх раз задушить пытались. Когда вот там, ну, они сядут сзади, все нехорошие люди. Русские, они малограмотные и не понимают. Они всегда в такси садятся на переднее сиденье, например. На переднем сиденье сидит кучер, в общем-то. А барин всегда сидит сзади в карете. Барина везут, он сзади сидит и сигналы подаёт. Это раз. Ну, вот когда спереди садится, то это, ну, стандартный дурачок. А вот когда сзади лезут, это уже сразу что-то нехорошее. Ну, если ты этим делом занят, это уже нехорошо. Если они сядут сзади двое, это всё кранты. Сейчас что-нибудь будет, блин, обязательно. Хорошо, если это закончится дракой. А если душат, то это всегда заканчивается поножовщиной. Потому, что там в кезаре нож в обязательном порядке возить надо. Вот в случае с чего, как я тебе верёвку на шею, ты инстинктивно, как все водители, ты сразу тормозить начинаешь. Всегда. Ну, машина остановится, а тебя уже придушили в руку. Зарубаешься ты от этого очень быстро. В детстве, я не знаю, в вашем возрасте было, когда там вот так вот на шею надавить, да, раз, хлопот, и сознание потерял. И от верёвки точно так же сознание теряешь очень быстро. А есть такая разновидность самоубийств, когда граждане хотят попробовать, как это удавиться, встал на табуреточку и с ножиком. Сейчас я повис, но и как только там, ну и так с ножиком и повис. Ножик на полу, а ты висишь тут. Зачем такие эксперименты? Я не понимаю. Это что же, так называемая асфиксия, т.е. когда удушение многие в сексе старательно используют. Там ремнями на шею друг друга душат, дрочат в шкафу, как некий этот из Килбилла, да, дрочил в шкафу, немножко повесился и так самоудавился, блин, бывает. Вот. Это я к чему? Что вот два мужика, севшие в автомобиль, их вообще пускать нельзя, нахер сразу по газам едь, чтобы второй не влез ни в коем случае, и этого выкидывая и с одним ещё справиться легче, естественно, чем с двумя физически, ну, добром это не кончится, я тебя уверяю. А тут взять и пойти на какое-то свидание с какими-то дегенератами, ты, блядь, ты в своём уме, ты что делаешь вообще, ну, там малейшее какое-то соображение, опасение. Ну, хотя, возможно, среди таких, как она, это абсолютно нормально, и произошедшее дальше абсолютно нормально.